Так давайте мы оплатим Вашей грамотности, точнее без грамотности, меня поражает Я этот товар приобрел там, на кассу пришел совершить оплату У вас нет четкого понимания, что такое покупка и когда передан товар покупателю А я продолжаю хотеть все это купить, вот не могу пока отойти с кассы Вы не можете, пишите по собственному Вот сок добрый для детей Так как вы замените, сегодня нету Вашим тублопритония, Лариса Зачем? Вашим тублопритония, мы выбрали это У этого кокоса срок годности истек 9 апреля Кокосы, ну для кого как, но по средней цене для меня 329 рублей Сколько? 6 рублей Я могу и так достать тоже, какая разница В чем проблема? Сыр отдал? Да Ну чтобы не сказали, что украл Снимай рюкзак свой Блин, ты чего? Что? Так, времени у нас 23 апреля, 13.29 Итак, смотрим 9.51, 9 плюс 3 это 12.51 3 часа при температуре 3 часа при температуре 20.25 Шаг 9.51 2 часа при температуре 21. 미국 Я надеюсь кофе у них не просрочено, если вот это все просрочено. Какой ты кипиш? Не продавать. Вот и весь кипиш. Не продавать, вот и весь кипиш. Может быть, вот и весь кипиш. Ох, нет. Вот вдруг говорят, круто. А как тут все? Нормально. Надежда, Надежда, мой компас земной. Это что, сиамские близняшки? Я думал, кассир, а тут двойной кассир. У тебя спецобслуживание. Серьезно? Я это уже приобрел в том отделе, на кассе. Происходит только оплата. Я пришел, чтобы повернуть оплату. Это просроченный товар, мы его заберем. В кофе он у вас просроченный товар, там делается прилавка. Уберите от моего товара. Мне неприятно, когда его сто люди и трогают. Я его уже приобрел там. Я пришел сюда, как добросовестный покупатель, внести оплату на кассу торгового предприятия. Мы не можем вам пробить посроченный товар. Прямо сейчас. Что, вы покушать захотели? Что вы трогаете мой товар? Что вы трогаете? Что вы трогаете? Девушка, не нервничайте, у вас руки дрожат. Что вы трогаете мой товар, говорю? Сказал уже, мне неприятно, когда вы трогаете мой товар. Я его выбрал к приобретению, к оплате. Я его приобрел в том отделе. Вот в этом отделе. Пришел внести оплату. Девушка, не нервничайте. Тебя, Надя, не спрашиваю. Ты подошла сюда, я пришел в клиник, к продавцу универсалов. Это ваши дела. Кто у тебя начальство? Я пришел к консирую. Давайте мы с вами пойдем в сторону. Отойдем в сторону. А как не будем? Я пришел все это купить. Бориса, я вот это приобрел. Держите, смотрите. Все здесь на конкурсе. Вообще поплачу. Опять трогаешь. Может, ты еще меня потрогаешь, да? Мы еще не оплатили, что мы оплатили. Так давайте мы оплатим. Вашей грамотности, точнее без грамотности, меня поражает. Я этот товар приобрел там, на кассу пришел, что я и все оплачу. Давайте отдадим в пакет. У вас нет четкого понимания, что такое покупка и когда передан товар покупателю. Товар передан покупателю. Момент совершения акцента. То есть вот в том примерно отделе. Смотрите, чек на ваш кокос. Смотрите, сами кокосы. Здесь качественный товар мой. Смотрите, теперь этот чек с детским питанием с кокослятиной для детей торгуется. Лариса. Так вот он у нас. 21 числа еще купили. Давайте отойдем к скачу, пожалуйста. Вот он, ваш тупляк. А я продолжаю хотеть все это купить. Вот не могу пока отойти с кокоса. Мы не можем продать вам этот товар. Мы не можем пишите по собственному. Мы можем вам просто его купить. Вот сок добрый для детей. Как вы замените, сегодня нет. Вашем углопритоне, Лариса. Мы вам сейчас сделаем, заменим на колес. Зачем? Вашем туплопритоне. Мы выбрали это. Для детей с 4 месяцев. Это продукция, собственно, производила. Ну. Оно же лежало на прилавке, правильно? Да, к сожалению, будем сейчас разбираться. А вот не собственного питания. Это надо было раньше разбираться. Для детского питания. Для детей с 4 месяцев. Сейчас 12 часов. Огромное количество. Весь этот пакет. Давайте вам сделаем возврат на этот указатель. Вот, смотрите. Вы предлагаете сейчас скрыть вещественные доказательства вашего преступления против общества и детства. Вы предлагаете уничтожить доказательства. Я правильно понимаю? Вы знаете, что детское питание – это уголовный кодекс 238 МКР, часть 2, 30. Google помощь, Лариса. Возьмите, пожалуйста, руки. Ваш smartphone, ваш айфон. И введите в поисковике 238 УК РФ Ч2 П.Б. И почитайте про свои деяния. Пробейте нам, пожалуйста, товар, который мы выбрали с полки. Вы уже продали товар. По какой причине? Вы уже продали. Он изъявляет сроком блога. А почему он у вас лежит, реализуется на полках? Мы с этим разберемся. На данный момент. Если бы меня, СБшники, ваши не узнали, это купили бы вот эти никто не знаменитые люди. По одной штучке. Они бы все купили. То есть вот эти лохи, а мы нет, да? Я знаменитые ваши СБшники. Только поэтому вы и ваша Надя, администратор, сейчас сюда подошли. Правильно? Правильно. Вы на дверье затем и делаете. Вам не хочется потери мести. Вы их обязаны мести, если вы предусмотрели 3 часа срок годности у данного продукта. А вы что делаете вместо этого? Вместо того, чтобы писать вовремя, утилизировать. Причем сейчас начинается обед, и люди массово идут обедать. И покупаю вот с вас просрочку вот эту. Дайте им все это продавать. А мы нет, которые смотрят. Вот этот сегодня истек срок годности. Вот у этого кокоса срок годности истек 9 апреля. Причем сейчас. 9 апреля. Кокосы, ну, для кого как, но по средней цене для меня 329 рублей. То есть они сейчас пользуются моими деньгами. Вот. И за это, и за это. Вот меня за говно взяли деньги до 16 апреля. Сегодня уже 23-е. Я принимаю опыт с ограниченной ответственностью МИДу Волга. А чем вы занимались? Пользуются годками дяди Саха. А чем занимались ваши сотрудники до этого времени? Да вы должны были еще 16-го числа это выяснить, чем они занимались. В общем, с прибытием, Лариса, с конкуренцией. Я не знаю, чему вас там учат. Не исключено, что сейчас вот мужчина сейчас купит просроченную пиццу у вас. Явно не там у вас учат. Не хотите разобраться там у вас? А я считаю, что да. Что она просроченная, поскольку мужчина не уможет посчитать сроки годности. А мы вот такие вот умные два человека пришли, посчитали у вас. А почему вы в вашем же помогаете? Да? Мы не помогаем. Мы параем. К которому это обращусь и послушаем. Потому что у вас здесь рассчитано на то, что сейчас обед, и люди приходят к вам покупать просрочку. Конечно. Забежал, выстрел, сзади, выкинул. Как хорошо. Товар не будет стоять среди дня в холодильнике. Покупатели не обнаружат дома. А давайте вы сейчас возьмете, Лариса, давайте вы сейчас возьмете и это съедите. А если очень сильно постараться, то съедите. Если утилизируйте, утилизируйте это орально, вместе с локосами, вместе с сроками для детства. Давайте не будем нас утилизировать. Где вы утилизируете оторвление? В чем они проявились? Я предложил утилизировать орально данный товар. В чем здесь утилизирование? Мы утилизировали, но так как положено, то у нас. Ну, положено орально его утилизировать. Как товар принадлежит нам, то предложение здесь вносим мы. А потом лечим в Лодкинскую больницу. И все с отравлением. Предложение о методе утилизации. Согласны? Не исключено, что, кстати, шаверма вон-то тоже просрочена, которую сейчас покупают. Военнослужащие, которые к вам тоже сюда приходят. Вам не стыдно военнослужащих травить, да? Который защищает родину. Да? Что-то с 21-го числа еще до сих пор не разобрались. А знаете, что в данном случае? Короче, вы меня. Как расходить? Вот, браво. Здесь нужно понимать, что все эти люди, которые, вот, кроме Надежды, кроме Ларисы, кроме Александра, кроме Кирина, выгнули и с угла лицейного и курсанского, когда они вот этот самый порог переступили, вот при движении ноги, смотрите, при движении ноги, когда переступили порог вот к этой помойке, где мы сейчас рядом находимся. Борис, а можно? Они вам доверили свою талантливейшую жизнь. Бориса, Борис, а можно? Они пришли сюда, они вам доверили свою жизнь и здоровье. Мы задерживаем с вами людей. Вам 21-го числа доложили о том, что произошло? Причем наши права грубейшим. Да, да, об этом. А почему они все еще не справились? Вчера все было нормально. Я все проверила. Где? Где вы проверили? Вот это, вот то, что мы сейчас приобрели. А кокосы как вам оказались? Как вы проверяли? Сегодня мы с этим будем разбираться. Вам дополнительные очки нужны? Мне не нужны. Нет? А кокосы... Или вашим сотрудникам приобрести? Я запросто это сделаю. У меня суть здесь возникает, Кира, потому что кокосы до 9-го апреля, до 12-го апреля каким-то образом там оказались. Хотя проверяли. Сожмите ее в кулак, да, например, ну, чтобы она уже была, ну, не год. Давайте мне не будете говорить, что я буду все это не хорошо. Я буду просто организировать, пожалуйста. И еще просьба их надламывать. Так, чтобы у них была ненадлежащая качество. Ой, вы разы. А вы работаете? Нет, ну, тебе кажется, хорошо. Нет, ну, тебе кажется, хорошо. Я не сделаю, а просто его распечатаю. Я не буду сейчас ничего высыпать. Давайте не будем уже издеваться над нами, пожалуйста. Давайте будем. Вы же издеваетесь над покупателем. Мы не издеваемся над покупателем. Нет, давайте будем, а? Вы же издеваетесь над покупателем. Вы же продаете им вот это, правильно? Давайте я поиздеваюсь, хоть немножко. Сделайте мне такое удовольствие. Вы же за деньги вот это продаете, правильно? Особенно за тысячу рублей. Я считаю, что это, ну, это будет нормально, если вы сейчас высыпите все это, и все. Согласны? Я понимаю, что вам нужны рейтинги. Мне? Рейтинги. Мне нужно, чтобы вы торговые предприятия не торговали просроченными продуктами. Я часто вы это утилизирую. Утилизируйте, утилизируйте. Но не в каком виде, в каком требуете вы. А в каком виде? Я имею полное право это. Полное право. По закону. Так же распечатывается вам утилизация. Я не поверю. Завтра, через полчаса я уйду, это может стоять уже здесь. Вот поверьте, не первый раз уже. Это уже пройдено. Вот как в Москве это делали. Вроде приезжали сотрудники полиции, все это описывали. Но через неделю все это стояло обратно. И продавалось. Нормально? У нас люди верят. А я не верю. Я уже не верю торговому предприятию. Просто не верю. Раз продается вот это, значит я не верю. Если бы вы были хорошие, этого не было. Вот это вот. Пойдем. 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 Пойдем.